Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В будущем видеозрители, это те, кто будет смотреть и слушать нас на интернет-портале радиоцентра Сангейтс на YouTube, а также на Facebook. Эта передача будет одновременно выставлена и на Facebook sungatesradio.com Ну, а наши телефоны 847-226-9956, 224-795-7796, SunGates108, солнечный оборот на конце буквы S, SunGates108, это наш скайп, где можно задавать вопросы, ну и на sungatesradio.com там есть тоже раздел, где можно ставить свои какие-то замечания, предложения и задавать нам вопросы. Ну и сегодня у нас, как всегда по пятницам это время, программа, ну мы их, так сказать, у нас обилие тем разных, ну и вот сегодня тема по согласованию с нашим главным редактором интернет-портала радиоцентра Сангейтс Ярославом Беклемишевым. Мы решили поговорить о психологии, связанной, что самое интересное, с политикой. Каким образом она связана с политикой, что она из себя представляет, какие психологические аспекты политики, и на самом деле мы влияем на нее или она влияет на нас. Если все-таки есть влияние, оно без сомнения есть, поскольку люди вот зомбированные вот тем, что называется сегодня политикой, то есть мужики, они в политике все, дома непонятно, что дома политика идет, жена говорит, а я хочу быть с тобой милой, совсем в других отношениях, не в политических, а ему интересна политика, поэтому тут могут быть разные варианты и какие-то, мягко говоря, разногласия. Вот обо всем этом мы поговорим сегодня. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. На самом деле мы сегодня вошли именно в мою экспертную тему, поскольку всю свою сознательную жизнь я проработал именно политическим журналистом, политическим аналитиком и, соответственно, журналисты, политический журналисты, политический аналитик, который хочет, чтобы его слушали и чтобы было интересно, он обязан сочетать понятие психологии, понимание того, что хочет сегодня публика от него и понимание того, как сделать так, чтобы любая, даже самая скучная политическая тема стала интересной. И вот поэтому я заранее оговариваюсь, что мы не будем сегодня трогать конкретных политических тем. Там Путин плохой или Обама плохой, или кто-то еще плохой или хороший. Мы поговорим о соотношении нашей психики и даже нашего организма, наверное, к той политической информации, которую мы воспринимаем. Потому что, Михаил, согласитесь, наш организм тоже на это реагирует, как ни странно. Ну, наш организм, безусловно, на это реагирует, причем серьезно реагирует. Особенно радиоволны, которые до нас доносят именно ту информацию, плохой этот или хороший этот и так далее, и так далее. Вообще, надо сказать, что, опять же, если возвращаясь в далекое время еще до Мамонтов, где на земле жило ведическое общество, президентов, вообще-то говоря, никто не обсуждал, хороший он или плохой. Они все были хорошие. Это сегодня они президенты, а раньше это были цари, ведические цари. А они по определению знали, как себя вести и как сделать так, чтобы люди их, ну, как минимум, не ругали. На самом деле их действительно народ очень любил. Ну, в нашей, скажем, недавней истории, последний царь, которого, вот видите, как расстреляли вместе со всей семьей. А это категорически не допускалось вот в те времена, когда люди, что называется, знали. Ну, это так, походу, не первый убитый царь в русской истории, потому что так периодически царей убивали. Дедушку его тоже убили с Александром Третьим. Тоже непонятно, что, говорят, это было чисто медицинское убийство. С Павлом Первым тоже все более-менее ясно. С Александром Первым ничего не ясно, но тоже довольно странно. Петр Третий и так далее, и тому подобное. Там просто сплошное, через царя сплошные убийства идут в русской истории. Видите? Да, а если мы говорим уже о западных государствах, странах, то мы, естественно, можем насчитать и убийства, и какие-то покушения на тех самых царей, сегодняшних ведических царей, ведических я беру в кавычки, а я имею в виду глав государств. Ну, тем не менее, мы сейчас уходим, так сказать, в другое направление нашей беседы, но тем не менее, психология, информация и восприятие вот той информации, которая, скажем, нас заставляет вести себя определенным образом. Вот как вы, как политический аналист и как обозреватель политический, как вы думаете, политика, о которой сегодня говорится у нас в средствах массовой информации, она нужна, она, вот сейчас это как пол, знаете, как звоните по этому телефону, звоните по тому, и все три человека, которые нас слушают, будут звонить по трем телефонам, да, допустим. Я шучу, он нас слушает больше. Так, тем не менее, вот нужна, не нужна, полезна или вредна? Я хочу начать теперь довольно-таки длинную историю, но без которой не обойтись. Это предыстория, с которой я, в принципе, хотел начинать программу, если уж на самом деле серьезно заявлять эту тему. Я хочу вернуться в 1994 год, в такую дату, как 7 апреля, в государство Руанда. Вы уже знаете, Миша, о чем я говорю, я так понимаю, да? Вот, но тем не менее, мы говорим сейчас не о том, что там назревал большой, не то чтобы конфликт, а геноцид, который происходил в Руанде, он назревал. Вот, но тем не менее, 6-7 апреля в Руанде происходит переворот, и в Руанде есть такое, так называемое, радио и телевидение тысячи холмов. Руанда называется страной тысячи холмов. Вот, и вот это вот радио и телевидение тысячи холмов, это частная компания, в которой работает такая звезда, как Жорж Руджу. Он, кстати, потом 12 лет получил за все свои нехорошие дела. Вот, ну и вот это вот радио, которое, оно как бы аффилировано было довольно странно. Оно буквально год как работало до этого, и не смогло и полгода проработать после того, как. То есть, где-то так с июля 93-го по июль 94-го проработала эта радиостанция, которую теперь, такая кличка уже была дана этому радио, радионенависти. Оно теперь называется, и эта кличка за этой радиостанцией закрепилась. Дело в том, что на самом деле, когда возникла вот такая вот ситуация в Руанде, на радиостанции уже было несколько национальных звезд. Я могу, такая звезда, как Хабимана Катана его звали. Вот, он действительно был радийной звездой в Руанде. И вот, когда произошел государственный переворот, когда все это сменилось, когда самолет президента упал и обвинили во всем этот, по-моему, бельгийский миротворческий контингент, который там находился, прозвучала вот эта вот знаменитая фраза «Я верю, скоро взойдет заря, и на земле Руанды не останется больше тараканов». Я не дословно говорю, но тем не менее, Тути, вот эту вот нацию, которую, в общем-то, против которой происходил весь геноцид, называли тараканами, иньези. И вот, таким образом, начиная с призыва этой радиостанции, начался жуткий геноцид совершенно, невероятный геноцид. Почему? Мы не очень хорошо знаем, наверное, историю руандийского геноцида, не считая того кино, которое снималось в Голливуде. Но, тем не менее, так для статистики можно сказать, что журналисты подсчитали, что момент уничтожения людей, уничтожения человеческих жизней, убийств в Руанде в пять раз превышал интенсивность нацистских концлагерей, на самом деле. То есть весь геноцид длился сто дней, и так что-то там от 500 тысяч до миллиона где-то вот за сто дней. То есть где-то в пять раз это превышало эффективность всех нацистских концлагерей вместе взятых по эффективности уничтожения людей. Так вот, самое интересное, что вот этот вот Кантана, он, как ни странно, профессиональный журналист. Журналистике он учился в Ленинграде, потом из Ленинграда приехал в Руанду, начал издавать газету националистическую, как там она называлась сейчас, а, Кангура эта газета называлась, вот, потом перешел на радио, стал радиозвездой, и вот, собственно, Кантана и Руджу, они вдвоем, вот эти вот два радиоведущих, как мы с вами, Михаил, сегодня, открыли геноцид, против которого меркнут все геноциды на этой планете, потому что так людей никогда интенсивно не уничтожали, еще как это происходило в Руанде. Вот, собственно, мы теперь подошли к нашей основной теме, что такое политика в эфире, что такое нужно, нужна ли политика в эфире, или политика в эфире не нужна. С точки зрения вот этой самой экстремальной планки, которую я сегодня поставил, это была самая экстремальная планка политики в эфире, конечно, вот такая политика в эфире, ну, ни в коем случае не нужна, не дай бог, когда-нибудь нарваться. Такой футбол нам точно не нужен. Такой футбол нам точно не нужен. И я понимаю, почему осудили, я не говорю, там, доктора Геббельса, но и Ганс Фричи все-таки пострадал, хотя Ганс Фричи в нацистской Германии считается совершенно блестящим журналистом, и я действительно для образования слушал репортажи Ганса Фричи, что вытворяли немецкие журналисты тогда, именно во Вторую мировую войну, это совершенно невероятные вещи. Мы говорим о героических советских операторах, да, они, конечно, были герои, и очень много советских операторов, и фотографов, и журналистов погибло на фронтах, но посмотрите Дидойче Вогеншау, и что снимала немецкая хроника, и как это выглядело. Я говорю сейчас, наверное, кощунственные вещи, но действительно любого немца вот такой вот хроникой можно было убедить, что если журналист находится на борту корабля в Средиземном море, прямо на него летит английский истребитель, стреляет прямо по нему пулеметными очередями, а камера поливает вперед, и он стоит на ногах, он никуда не прячется, он стоит и снимает вот это вот все. Это было невероятно убедительно. То есть в данном случае, вот в этом политическом смысле, в смысле военном, потом мы поговорим и о вне военных смыслах, но в смысле военном, вот такая вот работа журналиста гораздо убедительнее многих других вещей. Статей, пропаганды, еще чего-то. Когда человек вот таким вот образом показался и представил себя. То есть невероятная вещь. Ганс Фрич и преступник, естественно. Но что такое радиорепортажи из-под Сталинграда, где Ганс Фрич и находился лично, где он буквально с микрофоном бегал и записывал там стрельбу каждого орудия, стрельбу каждого пулемета и говорил, вот я сейчас стою на этой точке. Потом все это монтировалось, потом все это сводилось. И получался вот такой вот радиорепортаж, в который люди верили настолько, что абсолютно точно верили, что если наш любимый Ганс Фрич и находится сегодня на передовой в Сталинграде, то значит наше дело правое только с другой стороны. Так на самом деле. И победа будет за нами, хотя победы не оказалось. Но тем не менее Фрич и поражал всех вот этими вот репортажами. Вот эта вот сила слова, которая как бы сопровождает неправильную, несправедливую политику. И коль уж мы завязались на тему сначала, изначально политика и эфир, то действительно в эфире можно в политическом плане сделать все, что угодно с человеком. Ярослав, тогда у меня к вам такой вопрос. Ну, как вы считаете, человек, который находится в действии каких-то военных на войне, к примеру, и он должен выполнять свою работу? Должен ли он выполнять свою работу как корреспондент и просто освещать события, которые происходят в зоне военных действий, допустим, или он должен это еще и комментировать, допустим? Комментировать его, ну, не знаю, с точки зрения того органа информации, которого послал его делать свою работу? Я к чему говорю? О том, что сегодня в эфире, вот я, допустим, слышу в эфире, хотя я не часто слушаю эфир, но мне неинтересно слышать мнение людей. То есть я понимаю освещать события с точки зрения, опять же, каждый имеет свою точку зрения, но как-то более-менее объективно. Но ведь у нас происходит, мы сбиваемся на наше мнение, то есть идет в эфире обмен своих мнений. Это имеет место быть? Это правильно или это неправильно? Вот мы сейчас пришли к самой генеральной проблеме журналистики, когда мы говорим, есть независимая журналистика или нет независимой журналистики, когда дело касается политики. Я скажу так, она и есть, и нет. Поэтому я еще раз обращусь к событиям Вильнюса 13 января 1991 года, когда там просто, я тогда как раз в журналистике был тот период, когда я не работал, а работал в Доме литератора, но у меня была номенциалтурная машина, на которой можно было провести Вильнюс, ну, скажем так, независимую съемочную группу. Вот ребята пришли ко мне, Ярослав, там переворот, надо ехать, надо смотреть, что там происходит, надо снимать. И вот мы берем мою машину с номерами, на которой висят номера Совмина, поэтому нас спокойно пропускают, тогда еще не было границы между Белоруссией и Литвой, это был еще Советский Союз в начале 1991 года. Мы проскакиваем границу, влетаем в Вильнюс, к кому обращаться? Обращаемся к Саудису, естественно, потому что нам понятия Саудис тогда были гораздо более приятны, нежели нечто другое. Ну и едем, снимаем и наблюдаем все, что происходит. И то, что делает десант там на телевидении, и то, что они делают с радиостудией, и всю эту стрельбу. Потом в результате просто берется так называемая передвижная трансляционная студия, отгоняется к Верховному Совету Литвы, а там уже ребята из бетона построили какие-то баррикады. Эта студия включается в эфир. Ну и куда отдавать сигнал? Отдавать сигнал на Швецию, естественно. Шведы первые, кто приняли этот сигнал, они ближе всех, у них четкий сигнал идет. С финами не успели связаться. Ну, шведы нормально начали принимать. Все. Эта станция начинает работать на Швецию, как бы вся информация, все видео, которое из разных точек города поступает туда, оно уходит, и вот мы снимаем возле телебашни, стрельба идет, хотя там потом говорили, да ну, никто не стрелял. Но стреляли еще как стреляли. Стреляли очень сильно. Из КПВТ, из крупнокалиберных пулеметов стреляли, из БТРов. Там действительно жарковато было, скажем так. Ну и тем не менее, все это вот этот сигнал успели передать, вернулись в Беларусь, все нормально. Мы свой долг выполнили. Конечно, это не пошло ни по белорусскому телевидению, ни по какому другому советскому телеканалу это не пошло, но сигнал отдали, ну, хотя бы шведам. Вот. И чувство выполненного долга есть. Хотя мы точно знаем, что наши имена там никто не вспомнит. Ну, нет, вспомнили потом. В результате только в другом смысле немножко вспомнили. За это потом пришлось расплачиваться. Мне, кстати говоря, должностью директора Дома литератора, ну, и остальным ребятам тоже некоторыми вещами пришлось за это расплатиться. Вот. И через три дня туда приезжает Невзоров. Сегодня Александр Невзоров как бы такой антипутинский человек, который говорит совершенно справедливые вещи. Но тогда Александр Невзоров был несколько другой человек, директор и главный ведущий программы «Сто секунд» на питерском телевидении. Одна из центровых фигур такой оперативной журналистики. Он приезжает и снимает фильм «Наши». И вот уже через три дня, когда все закончилось, приезжает съемочная группа Невзорова и начинает заниматься режиссерской постановкой. То есть я прекрасно знаю, что такое Вильнюсская телевизионная башня, что такое ресторан в Вильнюской телевизионной башне. И вот Невзоров стоит у окна ресторана и говорит «Вот там затаился литовский снайпер». Какой литовский снайпер? Ближайший дом девять этажей. Девять этажей. Какой литовский снайпер может стрелять по ресторану телевизионной башни? Это через дорогу и на горке она еще стоит. То есть никакой снайпер так вверх не может прицелиться, ибо он фигуры не увидит. Но тем не менее, так свет поставлен хорошо, и Невзоров так немножко высовывает, говорит «Вот там литовский снайпер. Сейчас главное под него не попасть». Я знаю, что он три дня уже там никаких литовских снайперов нет, когда он приехал вот в этой вот группе. И выходит фильм «Наши». Вот он вышел уже по всем центральным каналам. О том, как доблестные советские десантники освободили Вильнюс от проклятых националистов-фашистов. В общем-то, буквально все то, что мы сегодня видим в украинской ситуации. Но тогда, слава богу, дальше фильма «Наши» не пошло. Потому что Невзоров покрыл за себя тогда не вечным позором, но, по крайней мере, позором надолго и упорно. Ибо Демократический Советский Союз тогда еще его не принял. Все ему сказали свое фе, и он на некоторое время замолк. Потому что было совершенно понятно, что это все неестественно, и что такая грубая пропаганда, жестокая, она не может идти. Но тогда было другое сознание у людей. Тогда люди думали по-другому. Тогда было, как ни странно, я всегда боюсь вот этого слова «объединяющая идея». Тем не менее, тогда идея была объединяющая. Что хватит идти, хватит строить социализм, хватит ходить на восток, давайте все пойдем на запад. Это тоже как бы не очень такая правильная идея для тогдашнего Советского Союза, наверное, была. Но, тем не менее, была такая тенденция, и все стремились, и под эту идею очень многое работало. И под эту идею могла работать более-менее пропаганда, а против нет. Но, опять-таки, это что такое «объединяющие идеи»? Довольно странная штука, да? В принципе, средства массовой информации, наверное, должны давать человеку в политическом плане какой-то выбор. Мы же выбираем между CNN здесь и CBS. И как-то довольно спокойно выбираем, и у нас нет такого возмущения, что на CNN всех надо расстрелять, а на CBS всем надо дать героев Соединенных Штатов Америки, там медали Конгресса, предположим. Да, или возьмем радио города Чикаго, в данном случае мы находимся, я нахожу студию, находится в Чикаго, и кому-то нравится там новые горизонты, новая жизнь, народная волна, а кому-то не нравится. Ведь, действительно, каждая волна имеет своего слушателя. Мне просто интересно, все-таки, ну, чем мотивированы станции, которые говорят о политике, и для чего вообще все это, потому что это интересно, потому что люди должны знать, или это все-таки какая-то спекуляция на политической, скажем, ниве? Я попробую объяснить. Начнем очень издалека, начнем с античности, потому что был такой человек, Аристотель, который произнес самую легендарную фразу по определению человека. Хочу обратить внимание, что мы считаем греков, как бы, хоть античная культура велика, но, тем не менее, в современном христианстве греки считаются язычниками, которые нанесли ущерб, как бы, иудеи считают, что нанесли им ущерб греки, вот, христиане считают, что им греки нанесли тоже определенный ущерб, вот, но, тем не менее, с эпохи Возрождения все началось, как бы, именно возвращаться к эллинистике, к эллинистичности, но, тем не менее, Аристотель сформулировал так. Человек – животное политическое. Это строгая и четкая формулировка Аристотеля. То есть, по представлениям древних греков, человек отличается от животного тем, что он является животным политическим. У них не было идей о душе тогда, у них был свой пантеон богов, у них было много еще всяких веселых представлений о этом миросозидании, вот, но, тем не менее, если человек не участвовал в политике города, если он не выходил на Агуруна площадь и не голосовал в рамках той греческой демократии, которая тогда существовала, он не считался человеком. Рабы не считались людьми. Это было рабовладельческое общество, но раб – это не человек, естественно, вполне для них. Вот, и человек, он должен быть, если он участвует в политике этого квартала, этого города, вот тогда он животное политическое. В принципе, откуда мы берем сегодня, откуда у нас истоки этой демократии, откуда у нас истоки понятия гражданин и гражданства. То есть, что такое гражданство? Это твое право голосовать, а за твое право голосовать страна тебя защищает. Если ты не имеешь права голосовать, то и страна тебя не защищает, значит, ты немножко человек, конечно, личность, твои права, все прочее, это все в современном мире защищается, но ты все-таки животное чуть-чуть не политическое. И поэтому немножко ты, да, не в стороне. Да, но если человек, который не идет голосовать, тебя все равно защищают, ведь, правильно, там же тебе не говорят, мы тебя защищать не будем, потому что ты не проголосовал. Нет, все правильно, но имеется в виду право голоса. Право голоса. Если в Древней Греции как бы это определялось, на самом деле, по активности того же голосователя, кстати, я напомню, что Сократу не зря дали яд, и ученики его как бы, ну, одобрили, не одобрили, не знаю, но, по крайней мере, не было такого народного возмущения, потому что у Сократа и в среде его учеников как раз проповедовалось, ну, некое неприятие вот этой вот политизации общества, поэтому Сократ был отчасти от этого обвинен в определенной измене, да, потому что он, как говорили в Советской Армии, не участвовал в жизни подразделения, то есть не участвовал в жизни города, города-государства, в котором он тогда находился, вот, но, тем не менее, это, кстати, одна из причин так называемой казни Сократа, ну, по крайней мере, то, что мы можем судить по античным источникам, вот, но, тем не менее, я дальше перескочу по античности, потому что, когда все это принеслось на Римскую империю, то все равно политизация в Римской империи была, ну, наверное, одной из обязательных частей римлянина, если он хотел быть римлянином, потому что в Римской империи был человек Рима и были все остальные. С римлянином мог стать, в принципе, любой. В Трансильвании, в Иудее, в, не знаю, в кельтских зонах, в Галии, где угодно. Они все могли стать римлянами при каких условиях? Не при условиях, что они, как потом это было, при походах крестоносцев, они принимали христианство. Нет, ни в коем случае. Если они принимали законы Римской империи, принимали римское право и участвовали в политической жизни Римской империи, после принятия вот тех этих условий, они становились римлянами, то есть полноценными людьми. И если они не принимали в этом участие, они считались дикарями, и по-прежнему как бы колонизируемыми народами. И это было тоже один из основных принципов того, что человек, если он участвует в политике Рима, если он готов и хочет в этом участвовать, если он интересуется этим, готов принять определенные римские культурные ценности, опять же, на уровне права и прочего, и прочего, на уровне римской философии, и он приготовил себя, его охотно принимали, и он становился римским гражданином. Но только при этих условиях. Это не как нам сегодня гражданство дают. Ты запомнил, кто такой Джордж Вашингтон, и когда была гражданская война. И ты уже гражданин Соединенных Штатов Америки. Да нет, ни в коем случае. В Риме такого не могло быть никогда в жизни. Чтобы стать римским гражданином, нужно было просто понять, восприять все это право, всю эту систему ценностей. И если ты принял всю эту систему ценностей, если ты ее правильно понял, вот тогда ты римский гражданин, ты можешь иметь рабов, но тогда ты уже участвуешь, будь добр, в политической жизни, в сборах, спорах и прочее. Вот что такое римский гражданин по тогдашнему понятию. Это не гражданин Соединенных Штатов Америки сегодня, который двух слов по-английски создать-то не может. Ну, вы имеете в виду нашу аудиторию? Я имею в виду почему только нашу аудиторию? Я одно время работал здесь в районе, где, так сказать, пакистанское сообщество. Это еще не крайне исламисты, там довольно цивилизованные пакистанцы, но я абсолютно не уверен, что они принимают эту систему ценностей. Но, тем не менее, они носят паспорта граждан Соединенных Штатов Америки, потому что гражданство римское и гражданство Соединенных Штатов Америки это не одно и то же абсолютно. Римляне их бы не допустили в свое общество и близко. Если они окончательно не выучили латынь, не изучили латынь, если они не согласились с системой ценностей, с системой пантеона богов там и прочего, и прочего, то никогда в жизни они бы не стали римскими гражданами. Это невероятно. Их не пустили бы даже жить в Рим, как их пускают в Нью-Йорк сегодня. Да, то есть нелегальных иммигрантов у них не было. Нет, это точно, абсолютно да. Вот чего-чего в Римской империи никоим образом по их системе не могло быть никакой нелегальной иммиграции. Потому что, если бы появился такой иммигрант, его бы ждала печальная участь где-нибудь на арене, после школы гладиаторов это еще хорошо, если бы он выжил. А так бы просто он имел бы еще большие неприятности. Вот такая ситуация. Вот что такое политизация человека в обществе. То есть может ли человек в обществе жить без политики? Ярослав, мы как-то в частной беседе, и вы были свидетелем, по-моему, этого, мы задали вопрос ясновидящему у нас в эфире сейчас регулярно два раза уже выступает Тодор Тодоров, ясновидящий, экстрасенс, и мы ему задали вопрос, а кто победит в выборах, в предстоящих выборах в следующем году в Соединенных Штатах? И он нам, правда, мы не так задали вопрос, точнее, независимым кандидатам, если независимые же кандидаты. Мы задали вопрос, может ли победить Дональд Трамп? Вот, вы сразу, вот прямо вот так вот сразу. Я тут... Я извиняюсь. Да, ничего, ничего. Потому что я потерял интригу. Кроме, да, я как раз к этому ввел, но вы уже сразу озвучили имя. Да, победить ли Дональд Трамп среди президентов? Вопрос я задал, почему? Потому что, ну, как-то у меня среди моих, ну, не сказать корреспондентов, но контактов, будем так говорить, люди, которые занимаются астрологией, там, нумерологией, я сам там чуть-чуть занимаюсь. И вот один из контактов написал, причем это как бы не мне он написал, а это довольно известный астролог, и он написал такую вещь, что он ни разу, вот, анализируя гороскопы всех президентов, известных людей, кандидатов, естественно, он ни разу не видал настолько серьезного, вот, звезды вот сошлись в одно буквально, такого, как у Дональда Трампа. Я не совсем понял, почему в прошлый раз он тоже, по-моему, принимал участие в прошлой гонке, но выбыл где-то на первых этапах. Так вот, в этом, в этой, скажем, гонке за президентский титул, он участвует и довольно серьезный рейтинг имеет. И вот вопрос был такой, как он считает с точки зрения, ну, не знаю, ясновидения экстрасенсорики, победит ли Трамп? Он сказал, а вы с ним полностью согласились. Ну, вот, как вы думаете, а почему? Опять же, я сохраняю интригу, вы сами расскажите, как вы думаете. Почему Трамп не победит? Почему Трамп не победит? Ну, это мы уже немножко в конкретику, это уже не соотношение человека, как бы, и политики, просто человека, мы просто отвлечем. Мы отвлечемся, но Трамп не победит по одной простой причине, потому что у Трампа нет партийного базиса, как помните, нас учили там базис и надстройка, да? Высказываете партийного билета? Да, 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 то есть Трамп это замечательная надстройка, не имеющая базиса. Он очень популярен, и я даже не знаю, что они затеяли сейчас. Или на самом деле Трамп так соблазнил или купил каких-то больших республиканцев, чтобы поиграть на стороне республиканской партии, он до этого всегда был независимым кандидатом, а вот теперь решил на их стороне поиграть. Либо это какая-то, ну, сверхтонкая игра именно республиканской партии, дабы отвлечь на себя голоса, которые идут за Трампа, вот на этом эпатаже, потому что Трамп, как бы, наиболее симпатичная фигура сейчас, наиболее популистская фигура, а потом взять эти голоса и скопом отдать какому-нибудь кандидату в республиканской партии. Что, в принципе, вполне возможно. Чтобы Дональд Трамп выступил и сказал, ребята, а теперь, вот, значит, я схожу с гонки, потому что вот такие-то, такие-то дела, и я отдаю свои голоса вот этому вот кандидату, голосуйте за него, он самый лучший, а я буду вице-президентом. Это вполне может быть такой ход. Если он разыгрывает самостоятельную карту, то, конечно, ему не дадут разыграть самостоятельную карту. Компромата здесь, в этой стране, на каждого человека, особенно на каждого кандидата в президенты, просто больше, чем мы даже себе можем представить. Этот компромат просто используется либо не используется, в зависимости от ситуации. И от умения его использовать, кстати. Я думаю, что они договорились со Шварценеггером поскольку Шварценеггер сейчас заменяет Трампа в Апрентис, в Celebrity с Апрентис, он будет с Нового года будет вести программу, которую вел Трамп, и теперь он может взять его как Celebrity теперь. Вместо того, как, скажем, Трамп мог бы взять Шварценеггера в Celebrity, теперь он будет ведущий. И вот эта карта, которая разыгрывается, вот мне кажется, вот Тодор просто этого не знает, а так бы можно было у него задать вопрос. Кстати, я вижу, он сейчас у нас тут на этом... Ну, брать его в эфир сегодня мы, конечно, не будем. У нас его день во вторник. Да, и он еще сказал о том, что женщина не победит тоже. Ну, понятно, какую женщину мы имеем в виду. Понятно, не победит однозначно. Не победит, да. Как бы, да. Я не ясновидец, но у меня другие, как бы, да. Я с другой стороны это рассчитываю. Ну, вот смотрите, вот эта информация, вот мы сейчас оговорим, и мы вовлекаемся, допустим, вместе с нашей два человека аудиторией, ну, я шучу, конечно, допустим, мы вовлекаемся вот такой вот анализ того события, которое у нас очень важное событие. Скажите, анализ вот этих кандидатах, мнение, как это нам надо, вот наши, нам, я имею в виду, аудитории, это надо об этом знать, это надо знать, это объективно будет или это будет субъективно? Ведь мы не знаем, мы туда, как бы, ну, может быть, кроме вас, конечно, и других политических обозревателей, обычно народ, он читает то, что он читает, а что внутри было там, какие были там имейлы там на сервере у Хиллари и так далее, и так далее. Мы же не знаем всех этих деталей. Так вот, эта информация нам как-то помогает жить дальше? Но в плане журналистики, конечно, она помогает жить дальше по одной простой причине. Я уж не хочу говорить о банальностях, почему журналистов называют четвертой властью, вот, но тем не менее, журналистика, это такой режим сдерживания. У любой машины все-таки должен быть тормоз, иначе она разгонится, и иначе в одном повороте ее снесет в кювет. Хорошо, если в кювет, если не в пропасть. Поэтому журналистика исполняет роль вот такой вот тормозящей системы в нормальном, в стабильном обществе. И в нестабильном обществе, она в обществе, где есть диктатура, и где она исполняет социальный заказ, она наоборот работает разгоняющим. То есть, есть две разные педали, педаль газа и педаль тормоза. Вот в системах, подобных Соединенным Штатам Америки, это педаль тормоза. То есть, как только политик сильно разогнался, журналисты его тут же раз по педали тормоза дали и немножко его приостановили. Потому что они на него что-то накопали, что-то на него нашли. В следующий раз он будет осторожнее себя вести в той или иной ситуации. И таким образом это сработало, в общем-то, для общества положительно, потому что притормозить надо было человека. В ситуациях, вроде современной России, а у меня тут еще куча исторических примеров, я потом их еще приведу, как бы в каком обществе и как все это работает. Это наоборот разгонная педаль. То есть, когда журналистика абсолютно влиятельна, когда нет выбора между журналистами, когда от власти они получают только ту информацию, которую хочет сама власть, а если они начнут копаться, их просто убивают при этом. Поэтому, ну, они все хотят жить, наверное. Вот, и поэтому как 90% сразу соглашается за определенные деньги предоставлять именно ту информацию, которую предоставляет власть. Вот тогда эта система, наоборот, разгоняется. И хорошо, если эта система, хорошо, если власть там сохраняется такая, которая знает прямую дорогу для этого разгона. Но на любом изгибе, на первом изгибе это все летит в кювет. Это все летит в пропасть. Это мы видели и в Советском Союзе, это мы видели в постсоветских государствах, когда были некоторые попытки, как в Киргизии, это, кстати, произошло с Бакиевым, то есть такая легкая, мягкая диктатура, скажем так, мягкое давление. Вот, но тем не менее система информации была построена так, что вроде бы прямым путем и на каком-то изгибе информация не справляется с тем, чтобы обеспечивать власть и чтобы доказать, что власть все-таки права. И все летит под откос, народ выходит на площадь, то же самое произошло в Украине с Майданом, кстати говоря, это очень сочетаемые вещи, или ты уже прямо ведешь какой-то дорогой и тебя журналистика обслуживает и обслуживают тебя журналисты, но ты тогда хоть знай прямую дорогу, потому что ты только разгоняешь свою машину и у тебя нет никаких тормозящих средств, которые тебя бы затормозили, то, чем журналистика должна заниматься. А если журналистика тебя тоже разгоняет, если это еще у тебя одна дополнительная педаль газа, то хотя бы знай ровную дорогу, чтобы с нее не слететь. Но ровных дорог не бывает в этом мире. Все равно ты слетишь с нее. Понятно. Ну, хорошо. Так, как все-таки быть с нашим народом, я имею в виду с нашей аудиторией, которая хотела бы все-таки знать какой-то большей объективности и, в общем-то, куда идти и за кого голосовать, поскольку каждый имеет свое предпочтение, демократы, республиканцы. Это что? Предвыборная кампания президентская это действительно только лишь для того, чтобы это было завоевать это кресло? Или это все-таки имеет под собой какое-то основание и обещание все-таки выполняется или не выполняется? Это как бы надо освещать? Нет, мы уходим немножко в сторону, потому что, как сказал Шандарович, при слове народ у меня рука тянется к пистолету. Причем, Шандарович абсолютно не нацист, Но тем не менее, слово народ такое довольно относительное слово. К предвыборным кампаниям каждый относится по-своему. Есть люди, которые смотрят на них как на шоу, то есть надо посмотреть дебаты и посмотреть, кто из депутатов симпатичнее, кто лучше пошутил, с кем веселее и проголосовать за него. Есть люди, которые относятся к этому как к скачкам, как к гонкам, ралли, можно поставить деньги на это, выиграть, а можно просто поспорить с другом на бутылку водки или не знаю, на что-то еще. Я так беру такой чисто русский пример, но тем не менее, потому что к этому можно относиться как к ралли, можно к этому серьезно подходить с гражданской позиции, то есть взять и серьезно исследовать те же, извините за плохое выражение, программы кандидатов, а эти программы существуют, хотя в Соединенных Штатах Америки они существуют в меньшей мере, потому что любой кандидат исполняет партийную программу, а не личную, скажем так. Но тем не менее, это все, это совершенно разные подходы. Одно дело шоу, которое мы видим и которое из себя представляет выборы, другое дело все подковерные краски, все подковерные движения, о которых мы в принципе слабо себе представляем. Мы говорили там Барак Обама, Барак Обама, демократическая партия, демократическая партия, но сколько мы знаем например о том, как до сих пор влияет клан Кеннеди на демократическую партию, а влияет он невероятно, влияет он до сих До сих пор безумно. Сколько там от того клана Кеннеди осталось, но тем не менее эти Кеннеди это серьезные ребята. Они до сих пор в политике и очень сильно в политике. Хотя... Влияют на события политические, в том числе, естественно. И влияют на ходы выбора, естественно. Верите ли вы в то, что вот эти выборы президента, оно по сути дела уже все предрешено, предопределено. И только вопрос, ну скажем там, времени, когда это будет озвучено. То есть где-то там, где-то там, ну не знаю, наверху, там где-то вокруг существуют какие-то силы, которые уже об этом знают. Тут уже все еще раз предрешено. И нам ничего не остается делать, как наблюдать. То есть это все идет просто нагнетание какой-то интриги, это просто какие-то политические игры и так далее. Нет, не совсем так. Между предрешено и есть ли силы, я бы провел такую разделительную черту. Предрешено – нет. Но силы за это борются не те, которые мы видим реально. Вы имеете в виду клан Кеннеди? Нет, не только клан Кеннеди. В том числе. В том числе. Я привел только один из кланов. Давайте говорить, что такое компания Carlyle. Называется диверсифицированный бизнес. То есть занимаемся всем, чем угодно. Что выгодно сегодня, тем и занимаемся. Мы уже ближе подбираемся. Да, да, да. Что такое компания Carlyle и кто в ней состоит? А в ней состоит все буши, насколько я понимаю, сегодня. Вся саудовская королевская семья. Джеймс Кэмерон, Тони Блэр. Вот нет, Кэмерон, по-моему, у нас еще действующий, да? Он еще не может, да. То есть, в принципе, в компанию Carlyle в качестве менеджеров и специалистов компании Carlyle приглашают всех лидеров стран различных, которые закончили свое лидерство. По-моему, Горбачева туда же приглашали в свое время, да. Я не помню, кто-то из русских тоже там участвует, из бывших серьезных лидеров. Не Кудрин явно, но кто-то, по-моему, из премьеров. Или Черномырдина туда приглашали, но не принципиально. Короче, компания Carlyle подбирает бывших лидеров по всему миру для того, чтобы торговать так называемым диверсифицированным продуктом. Сегодня хорошо идет оружие, они торгуют оружием. Завтра хорошо идет оружейный плутоний, замечательно будет плутоний. Если послезавтра стратегическим объектом станет гречневая каша, гречка, там, крупа, они будут торговать гречневой крупой. Это все совершенно нормально. Но, тем не менее, это предусматривает то, что эти лидеры настолько хорошо и тонко знают какие-то внутренние дела, о которых мы не догадываемся. Но, казалось бы, какой смысл, предположим, Тони Блэра было тащить в компанию Carlyle? Мы же все прекрасно знаем, что британские премьер-министры, как бы, ну, они вне коммерции. Мэр Лондона сегодня ездит на велосипеде на работу, а назад едет в лондонском метро. Все корреспонденты это снимают и говорят, что, ну, что вы, Борис Джонсон, вот посмотрите на него, вот он такой мэр Лондона, такой совершенно бескорыстный. Да и Тони Блэр был такой очень симпатичный, очень замечательный. Но, тем не менее, почему-то все эти люди нужны в компании Carlyle, которая делает бешеные обороты по всему миру. И очень трудно найти реальные цифры этой компании. Я как-то пытался, но, тем не менее, я понял, что это почти невозможно. Даже Forbes за это не берется, как бы, проверить обороты той же Carlyle. Вот. Зачем Тони Блэр вот этой вот диверсифицированной компанией, которая занимается торговлей всякими разными вещами? Значит, что-то Тони Блэр знает. Значит, будучи премьер-министром Великобритании, он знает такие вещи, которыми он может быть полезен компании Carlyle. И Саудовский принц какой-нибудь тоже знает эти вещи, и семья Буши тоже знает эти вещи, и многое другое. Поэтому давайте уж не будем говорить, что все президенты, премьеры, они такие независимые и честные. Я не говорю там про бандформирования в России, которые стоят у власти. Но и у нас, наверное, какие-то тоже странные силы в этом деле участвуют. Да. Я когда-то читал о том, сколько человек, сколько американских президентов были масонами. Так выясняется о том, что там чуть ли не 80% всех американских президентов, они входили в масонскую ложу. На сегодняшний день уже, наверное, немногие знают вообще, кто такие масоны. То есть это тайное общество. Это единственное, что люди знают, а вообще с чего это начиналось, как бы это уже забыто. Но Бенджамин Франклин, извините, он же классический масон. Никто не отрицал никогда в жизни это. Ну, правильно. И он сам не отрицал, да. Я очень считал, что масонство помогло созданию и Конституции Соединенных Штатов Америки, и Декларации Независимости, которая была переписана частично с вольных каменщиков. Хотя, извиняюсь, я закончу просто эту мысль. Сегодня все говорят, вот Декларация Независимости, Декларация Независимости. Ребятушки, на самом деле, возьмите, я уж тоже отвлекся чуть-чуть, и почитайте, что такое Декларация Независимости Соединенных Штатов Америки. Декларация Независимости Соединенных Штатов Америки – это о том, как не платить налоги. Это о том, как не платить налоги. Король Георг с нас берет то-то, то-то, поэтому мы не заплатим налоги Королю Георгу. И только последний абзац в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки декларирует всеобщее равенство и братство. Все остальное про то, как налоги не платить. Совершенно преступный документ на сегодняшний день. Практически уголовный. Если обратиться к АРС. Да, ну вот. То есть мы подошли к тому, что все-таки есть какие-то еще силы, которые многим непонятно, неизвестно, но не существуют. О них можно только догадываться. Вот одни, некоторые из них мы уже где-то в нашей беседе обозначили. Но если говорить о том, что предрешено, то на самом деле некоторые вещи, ну действительно предрешены, но мы сейчас уходим совсем в другую сферу. Я это говорю к тому, что, в общем-то, судьба у нас как бы от судьбы не уйдешь. Вы знаете, как это расхожая такая поговорка. Правда, вариантов этой судьбы достаточно много. Ну и вот один из вариантов о том, что, ну, все предрешено на самом деле, только, опять же, есть, 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 опять же, люди, есть, опять же, силы, которые, кстати, это знают. Они умеют брать информацию из прошлого, из будущего и так далее. Ну, я немножко уже действительно ушел, потому что я, скажем, там бываю на Востоке, можно верить, можно не верить. Но там, там многие вещи как-то даже об этом и говорить нет смысла. Они там понятны и известны. Это мы их пытаемся анализировать, как это может быть такое, как это вообще бывает. Оказывается, бывает. Поэтому мы будем приглашать, в общем-то, это просто интересно, узнать мнение тех людей, которые, скажем, берут информацию из других источников, а не только из того, что где-то в прессе она появляется. А потом выясняется о том, что это предок там той королевской семьи, этой королевской семьи и так далее, как они между собой связаны и так далее, и так далее. Я, Михаил, просто я хотел бы все-таки немножко свернуть буквально на пару фраз в область политики и психологии. И как человек, поработавший с русскоязычной публикой, и здесь уже 15 лет, да в принципе, и там много времени в аутентичной аудитории, скажем так. Я могу сказать только одно. Как ни странно, при всех наших шестидесятниках, при всей нашей культуре политических споров на кухне, таких традиционных очень, когда политика, в принципе, была в каждой семье. То есть мы выходили, читали газету «Правда», там смотрели программу «Время», а потом на кухне где-то под рюмочку там со свояком или с кем-то еще спорили уже о такой, как нам казалось, нормальной политике реальной. Тем не менее, я не видел еще в мире более, ну я не знаю, как там в странах совсем уже, где-нибудь в Габоне, предположим, или в той же Саудовской Аравии. Но тем не менее, я не видел аудитории еще более неготовой к нормальному политическому спору. Это как ни странно. Потому что вот сейчас мы с вами говорим, даже это увлекательная игра, в принципе. Политика – это очень увлекательная игра. Можно находить очень много фактов интересных, подпольных движений каких-то, читать ее как детектив. И это будет действительно интересно расшифровывать, находить там, ну, преступников, непреступников, по крайней мере, кто в чем замешан. Это увлекательнейшая, чтиво, это интереснейшая игра. Но представьте, что вот мы с вами играем в шахматы, и вместо того, чтобы играть в шахматы, предпочитаем периодически схватывать доску и бить друг друга по голове доской. Вот это примерно уровень отношения нашей аудитории, русскоязычной, постсоветской, да и советской аудитории, друг к другу, когда на любой политический предмет, в любом политическом споре, мы, как ни странно, не начинаем разыгрывать шахматную партию или решать шахматную задачу, а хвататься за доску и бить друг друга по голове. Вот это вот совершенно потрясающая штука. Так мы же по телевидению наблюдали, в Думе, когда там мордобой, и не только, кстати, в Думе, то есть это как раз, когда других аргументов нету, ну, к этим аргументам прибегают и к аргументам силы. Ну, это понятно, это всегда так было и, наверное, и будет, пока существует наш, так сказать, не коммунистический, не ведический строй. Да, для любой, в принципе, потому что всегда в русской литературе был такой вот ужас, там, описывают гражданскую войну, там, Пугачевское восстание или еще что-то, и вот этот вот, и брат пошел на брата. Господи, у нас же брат ходит на брата каждый божий день сегодня. Украинский вопрос возник, и брат пошел на брата. И ты уже звонишь в Москву к близкому человеку, он говорит, а что ты за украинцев, да вы фашисты, вы бандеровцы, больше со мной не разговаривай, вообще убираю тебя из социальных сетей, чтобы ты со мной больше не общался и знать тебя не хочу, это называется. Хотя, в принципе, мы могли разыграть шахматную партию, красивую, интересную, потому что с той стороны тоже человек интеллектуальный, знающий, умный, но тем не менее он предпочитает хватать шахматную доску и начинать ею драться. Это до сих пор, это уже 21 век сегодня. Действительно страшный конфликт, да, люди гибнут, да, есть определенные мнения с той стороны и с другой, но давайте разыгрывать в мнение хотя бы шахматную партию. Это страшно, конечно, над трупами, над могилами, над тем, что происходит, но тем не менее давайте хоть морально друг друга по голове не бить, потому что мы же создаем какую-то вот в такой вот аудитории, мало того, что там люди гибнут, создается некая аура, и вы, Михаил, в этом больший специалист, чем я, когда ненавидя друг друга по политическим вопросам, мы создаем какую-то отрицательную энергетику. Какой смысл в этом-то? Вот если мы как раз таки анализируя политические ситуации, анализируя какие-то события, и если корреспондент или ведущий на радио начинает вовлекаться вот в такое битье шахматными досками и обсуждать в том числе президента, которого, кстати, выбрал народ, и обсуждать мы не вправе. Любого президента, кстати, на это были причины, почему он выбран. И если мы вовлекаемся... Я не только, Миша, извините, когда президент избирается на восьмой срок всенародно, я уже не очень верю в это. Ну, мы сейчас не говорим о отдельно взятых индивидуумах, да, какие бы они ни были, естественно, перекосы у нас есть. Мы про конкретную страну сейчас не говорим, мы говорим более-менее даже у нас, скажем, в стране, то я говорю только лишь о том, что вовлечение в эту дискуссию и это негативизм, который несется по волнам и передается нам, он очень и очень плохо на нас отражается. Я могу сказать только одно. Если мы говорим, скажем, ну, просто как аналогия, говорим о каких-то очень и очень серьезных негативных вещах, которые происходят в мире, о войнах, о террористах, и когда мы люто, свято ненавидим кого-то или о ком-то говорим, что происходит в этот момент, это сейчас уже, как бы, ну, можно сказать, моя сфера, то мы на тонком уровне связываемся с этим человеком или с этим событием, или с этой страной, где происходят эти очень негативные вещи. И мы берем на себя все негативные качества и все, человек, он же дуальное существо, как и мир у нас дуальный, то есть мы и положительные, мы, находясь в этом физическом теле, имеем наши эмоции, имеем наше настроение. Это не всегда позитивные. Мы все-таки кого-то не любим, мы все-таки кого-то даже ненавидим, мы кого-то ревнуем, мы кому-то негативно относимся, мы чего-то, кто-то нас оскорбил, обманул и так далее. Так вот, связываясь с таким человеком, мы берем на себя вот эти вот качества именно негативные, мы не берем позитивные. И это для нас достаточно плохо, это вредно. И потом мы имеем наши проблемы, которые не решаются с помощью медицины, к сожалению, потому что истоки хранятся совсем в другом. Да, но если возвращаться к психологии и политике все-таки, то я хотел бы еще одну вещь сказать. Вот замечено было как бы многими серьезными исследователями, что если какое-нибудь произведение издается в коллективе авторов, то чем шире коллектив авторов, тем меньше планка новых идей, тем меньше планка свежих идей. И есть такой замечательный автор Либона, есть такая замечательная книга «Психология толпы». Поэтому, в принципе, если говорить о народе, который что-то из кого-то избирает или не избирает, то само по себе мнение народа, если оно как бы выражается очень материально, то мнение народа страшно. Потому что это все-таки лежит в плане психологии толпы. И всегда хорош народ, и вот, наверное, на том американское общество и было построено, что здесь народ воспринимается все-таки как совокупность индивидов, как совокупность личностей. Почему все время настаиваются на этом слове «прайвеси»? Обязательно человек должен быть «прайвэт», он должен быть как-то более персонализирован. И вот при этом, наверное, народ делает несколько другой выбор, нежели, согласно Либону, по психологии толпы народ становится таким большим авторским коллективом одного политика. Я уж не беру там Гитлера, Сталина, все это ерунда, потому что и у того, и у другого были, была своя оппозиция, их просто резали душили, давили. Но вот, например, Китай и Мао – это отдельный вопрос. Это вопрос совершенно отдельный, потому что совершенно невероятная толпа, обладающая единым психологическим в какой-то момент принципом, начинает создавать вот такие вещи, как культурная революция. Понятно. Посмотрите в их глаза, они же безумны, посмотрите хронику. То есть, о Китае, Мао и культурной революции мы поговорим уже, наверное, в следующий раз. Да, а сегодня у вас уже через пять минут начинается, кстати, эфир, поэтому нам… Но не через пять, через десять, но это не принципиально. Через десять? Ну, у вас время другое. Просто он не ровно по нулям начинается, да? Ага, я понял. Ну, хорошо, но тем не менее, наше время тогда в эфире интернет-портала «Радиоцентр Сен-Гет» подходит к завершению. Ярослав, мне остается только вас поблагодарить за, как всегда, очень интересный эфир, ваше мнение. Ну, и мы с вами встречаемся послезавтра, в воскресенье, и эта передача будет, напоминаю, впервые в Соединенных Штатах, она будет идти на белорусском языке. Это наша третья программа, и в ней будет участвовать Ярослав Беклемишев, независимый корреспондент из Нью-Йорка, и Татьяна Снитко, это независимый корреспондент из Минска, Беларусь. В преддверии, можно сказать, ну, мы еще встретимся до этого, в преддверии выборов, которые состоятся в октябре месяце 18-го, да? 11-го. 11-го октября. Уже очень скоро, да. Уже очень скоро, ну, мы как-то, вы, точнее, намекали на долгосрочную, вот так сказать, политику, да, и отдельного человека, который стоит у руля. Вопрос, в общем, когда народ выбирает? Народ уже там ничего не выбирает. Мы только можем констатировать факт, что будет цифра какая-то, которую нам напишут волшебники из избирательной комиссии. Ну, может быть, мы тогда эту тему затронем тоже. Хотя эта тема, конечно, достаточно спорная, сложная, ну, посмотрим, посмотрим. Ну, короче говоря, в воскресенье в 10 часов утра по времени города Чикаго в 11 утра будет в Нью-Йорке, и в 18 часов, 18, да, нет, в 16 часов это будет, я правильно говорю? Нет, в 8 часов праздника. 7, по-моему, нет, 8, 8, 8, 8, 8, да. То есть, 18 часов будет в это время в городе Минске, Беларусь, ну, и в Москве тоже. Поэтому, дорогие друзья, слушатели интернет-портала радиоцентра Сент-Гейтс, мы с вами прощаемся сегодня. Всего вам доброго, до свидания, Ярослав, спасибо большое, и до новых встреч. Всего хорошего, Михаил, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok